Теле-2 в пятый раз запускает именную стипендию для студентов Дальневосточного Федерального Университета. Принять участие в юбилейном конкурсе могут учащиеся очной формы обучения всех направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры. Тема для творческих работ уже определена – город привлекательный для туризма. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие с ДВФУ. В рамках нашей уже пятой юбилейной стипендии мы предложили ребятам тему «Город привлекательный для туризма». Поскольку Владивосток входит в десятку самых крупных туристических центров внутри российского туризма, мы надеемся, что так же, как в предыдущие годы, наш конкурс привлечет внимание, предлагаем всем в нем участвовать. Надеемся получить много интересных работ от ребят и удачи всем. Теле-2 всегда принимает самое активное участие в проектной деятельности студентов. Ребята получают новый опыт и полезную обратную связь от жюри конкурса, в который входят представители оператора и ДВФУ. А один из проектов победителя стипендии стал наглядным пособием в стенах ВУЗа. Интерактивная навигационная доска с подробной картой расположения аудитории, спортзалов и других помещений университета – студенческий проект прошлых лет. Сотрудничество с компанией Теле-2 в ДВФУ началось более пяти лет назад. Пять лет назад у нас стартовала первая стипендиальная программа, которая пользовалась очень большой популярностью у наших студентов. И в дальнейшем эта первая программа дала такой толчок для того, чтобы студенты по традиции очень сильно интересовались стипендией Теле-2, так как конкурс каждый раз вносит студентам новые задачи, он не одинаковый. Конкурс проходит каждый раз с новой тематикой. Компания придумывает очень интересные проекты, от студентов ждет очень интересное решение. Старт подачи заявок для участия в конкурсе именных стипендий на 2021-2022 учебный год уже объявлен. Заявки принимаются до 31 декабря 2021 года. Позже студентов ждет наиболее интересный этап программы – разработка проекта и его защита. В этом году будет определено четыре победителя. Призовой фонд – 300 тысяч рублей. Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok